Бро, чуть было не забыл. Слышал что-нибудь про Жамбетова. Ходят слухи, что его пустили под пресс. Наши братья из Кизляра до сих пор думают, что Салман пришел с войной на Кизляр, проведи краткий ликберстум. Смотрите, и Буденновский Кизляр, это события, которые очень близки друг к другу. Вы понимаете, вот эта экстремальная ситуация, она выявляет этих лидеров, людей, которые трезво размышляют, не теряются. Гелус. Байсенгур Бенуевский никогда не был и не будет героем России, но был и будет героем чеченского народа. Ахмат Кадыров никогда не был и не будет героем чеченского народа, но был и будет героем России. Когда ты написал Байсенгур Бенуевский и герой России, у меня прямо улыбнуло. Это даже звучит как-то, да, ну, нелепо, как может быть Байсенгур, Беннадьевский герой в России. Конечно, не было и не будет. Байсенгур – это символ борьбы с Россией. Это человек, который стал нашим героем только лишь потому, что он воевал с Россией. Не воевал с Россией, мы бы вообще его не вспоминали. Поэтому, как он может быть героем России? Он враг России, поэтому мы его и героизируем. Я так понял, Басая в 1991 году угнал военный российский самолет? Нет, конечно, это был не военный, это был пассажирский транспортный самолет. Это был не Басая. Вообще, изначально, как я говорю, эту операцию проводили вообще другие люди. Басая просто был с ними. Но уже в процессе, когда самолет посадили в Турции, и была угроза штурма турецким спецназам, и начались переговоры. Вот в этот момент инициатива уже перешла в руки Басаева. То есть, здесь он раскрылся как лидер, как человек, который... Вы понимаете, вот эта экстремальная ситуация, она выявляет этих лидеров, людей, которые трезво размышляют, не теряются. Они как моментальные, как будто коптер поднимают, и начинают сверху за всем этим наблюдать, как будто они не участники этих событий. Вот мы с вами как берем карту, открываем и начинаем рассуждать. Вот отсюда идет наступление, артиллерия бьет российская, украинцы отсюда, хаймарсы. Мы такие прям вот... Ну легко как-то, удобно на карте ты сидишь, и ты прям вот все перед собой видишь, и ты как будто бы можешь сейчас раз-раз стрелки прочертить, и значит вопрос решить с этой войной. А вот они это делают, находясь там, непосредственно вот в этих условиях, когда вот сейчас может что-то прилететь, ты можешь погибнуть, вокруг тебя все полыхает, взрывается, пули летают, экстремальная ситуация. Теряются. 99% людей теряются в такой ситуации. И вот эти вот единицы, которые не теряются, они наоборот, они как будто бы в этот момент обретают это спокойствие полное, и начинают управлять. Вот когда такие люди раскрываются, ты им отдаешь это сразу, ты понимаешь, что они, что ты не, что ты не можешь с ними тягаться, что они превосходят тебя. Ты моментально отдаешь им это первенство. Давай, чувак, я доверил тебе свою жизнь, управляй, а я готов идти за тобой, и если надо, буду жертвовать своей жизнью. Я не понял, то есть едет колонна вооруженных чеченцев, и какие-то гаишники их останавливают и везут в отдел для проверки, они же могли их на месте расстрелять и поехать дальше. Да, именно так. Вот ты должен понимать, что это они же не как чеченцы там под нашим флагом ехали, это была замаскированная колонна под российскую колонну. И они, по-моему, типа груз 200 везли. Что-то такое, какая-то легенда у них была. То есть впереди ехала машина российского ГАИ с мигалкой, там, разукрашенная, как надо, и во главе этой колонны. И там несколько, значит, Уралов. Вот они едут, в какой-то... Они проезжают посты, российский блок-посты, которые по всему там Кавказу напичканы на тот момент, да и сейчас они там есть. Проезжают все эти посты, как российская колонна. В какой-то момент, где-то там, уже в Ставропольском крае, у каких-то там гаишников это вызывает подозрение. Так вот. Те связываются там со своим начальством, говорят, вот так-так колонна едет. Те говорят, а ну-ка давайте их везите, мол, на проверку. И вот их подрезают, поехали. Ну, эти, видимо, посоветовались, какой-то, наверное, совещательный момент там был, типа, что делаем, здесь этих валим. Но если бы они на... в каком-то пустыре, допустим, открыли бы огонь, то они бы сразу себя рассекретили, уже туда подтянули бы всевозможные войска. То есть, грамотнее, конечно, было проследовать с ними в какой-то населенный пункт. Соответственно, Шамиль так и поступил. Наши братья из Кизляра до сих пор думают, что Салман пришел с войной на Кизляр, проведи краткий ликберстум са. Смотрите, и Буденовский, и Кизляр, это события, которые, ну, очень близки друг к другу, они произошли там буквально через... Он сначала был Буденовский, через некоторое время пришел Кизляр. И там, и там вообще не было... Целью этих операций не было взятия там какого-то города или населенного пункта. Целью и той, и той операции было взятие какого-то объекта. И этот объект исключительно военный. Это диверсионная операция на территории врага. Как Шамиль Басаев попадает вообще в Буденовск, Буденовск вообще не был целью. Туда даже не ехали. Их по дороге останавливают, и сами российские власти, то есть гаишники, их везут в Буденовск для проверки. Типа, ну, вызвали подозрение. То есть, вот колонна ехавшая, она вызвала подозрение. И Басаев не собирался вообще в Буденовске ничего делать. То есть, их когда уже где-то там на дороге их перехватывают и разворачивают, везут их в Буденовск, и уже прибыв туда, в Буденовск, перед зданием РОВД, они вынужденно начинают военную операцию. И то же самое с Салманом. Они тоже едут в Кизляр, чтобы напасть на эту военную часть. И они, кстати, по-моему, и напали на нее, да? Надо будет посмотреть эту хронологию. Я сейчас по кизлярским событиям не помню, как это все разворачивалось. Но факт, что вот это вот какое-то укрепление где-то со взятием заложников, это происходит уже при отступлении. То есть, проходит какая-то операция, и далее уже отступая, где-то, значит, оседают в каком-то, на каком-то объекте, берут заложников и говорят, так, все, друзья, нас нужно теперь выпустить обратно. Условия, как вы понимаете, исключительно политические. Там нет никаких выкупов, там денег никто не требует. Все требуют вывод войск, коридор на территорию Чеченской Республики. Если с Буденовском этот коридор был дан, то с Первомайском они уже решили действовать по-другому, ну, с кизляром, то есть. И они заблокировали эту колонну. То есть, сначала сказали, да, окей, вот вам, значит, автобусы, садитесь, езжайте. А потом в станице Первомайская, она на границе находится с Чечнёй, там их заблокировали и далее уже произошёл бой в этом селении. И наша, вот эта вот наша группа под командованием Салмана Радуева, они бойным пробили с Чечнёй. При этом со стороны Чечни в тыл российской армии ударила на тоже наша группа. Село было взято вообще в тройное кольцо, чтобы понимали, там просто мохово не пролетело. И благодаря тому, что в тыл был нанесён удар и группа Салмана, в общем, они пробились боем. В том числе, ты согласен, что война с Россией была очень большая глупость Дудаева. Ведь никаких шансов силами Чечни одолеть Россию не было. Просто отправил кучу чеченцев в мясорубку, надо было вести переговоры. Конечно, не согласен. Это что за странная претензия. Если бы Дудаев напал на Россию, то, наверное, это было бы справедливое замечание. Если бы Дудаев отправил, как говорил, из чеченцев в Москву, на Москву, то можно было бы сказать, что он их в мясорубку отправил. Но война пришла к нам. Вся эта война шла на территории Чечни, если что. Если вы не знаете об этом, малый. Российские войска вторглись в Чечню. Не чеченские войска вторглись в Россию. А российские в Чечню. То есть мы никуда никого не отправляли. Мы только вот у себя на нашей территории, на нашей земле, мы защищались. Причем здесь Дудаев. Вы так говорите, как будто не будет там Дудаев, этой войны бы не было. Как будто бы пришли к нам российские войска, и допустим, там был бы не Дудаев, а какой-нибудь Мусаев. И у нас вы что думаете, не было бы войны, что ли? Мы что типа, мы из-за Дудаева, что ли? Против них воевали. О чем говорить? Это не важно, кто бы там был у руля. Кто бы не был, если бы к нам пришли войска, мы бы с ними воевали. И мы на протяжении нескольких этих столетий так себя вели, так воевали. Дудаева не было. Были другие. Имам Шамиль был, Шаих Пансур был, Байсангур. Да кого? При всех мы, когда к нам приходили, мы воевали. Но никогда не нападали. Никогда мы не шли там на Москву, на Питер или еще куда-нибудь. Мы всегда на своей территории. Вот пришел враг, мы отражаем эту атаку. Ушел, все, мы дальше не идем. Мы просто живем. И как только он снова к нам приходит, мы опять с ним сражаемся, отражая атаку. Я знаю, что российский хейвторбис. Ну и что? Ну ты же видишь, что чеченцы не могут одолеть военную машину России. Ну так и не вступай в бой, а наоборот, надо было переговорами вести дела, а так 300 тысяч погибло. Я прошу прощения, по-моему, мы с тобой в каком-то разном этапе развития мышления находимся. Ты о чем говоришь? Как это? К тебе пришли с войной, ты не должен был воевать, ты должен был договаривать. А к тебе пришли не договариваться. К тебе пришли, чтобы с тобой воевать. И вот это утверждение, ты же видишь, что военную машину не одолели. Так ее же одолели. Ее одолели, как раз таки и вышвырнули в той самой войне, в которой ты обвиняешь Джохара Дудайева. Как раз таки тогда ее одолели. В 96-м году они унижены, покинули территорию нашего государства. Получается, все правильно было сделано? Тогда это претензии, наверное, не к Джохару. Это во вторую войну мы не одолели. Давайте так другим эти претензии придяем. Причем здесь Джохар Дудайев? Это то же самое, что сейчас Зеленского обвинить. Вот тебе войска пришли, а тебе не кажется, что это должны были переговоры. Так, блин, к нему не переговоры проводить, войска пришли. Туда как бы ракетами били, вторглись на территорию суверенного государства. Какие могут быть после этого переговоры? Если бы Чечня стала независимой и ты стал бы правителем, то ты оставил бы те постройки, которые построил Кадыров, или ты разрушил нынешний город, построил бы новый. Ну, конечно, не стал бы разрушать. Конечно же, нет. Причем здесь здания? Они-то ни в чем не виноваты. Я бы, конечно, я бы переименовал там все улицы, парки, я не знаю, там объекты, которые названы в честь каких-то предателей или российских солдат, генералов. Конечно же, это все было бы переименовано. Конечно, мечети нам названы, и в их честь, они тоже были бы переименованы. Но уничтожать это все, устроить, это полная глупость, конечно. Бро, чуть было не забыл, слышал что-нибудь про Жамбетова. Ходят слухи, что его пустили под пресс. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, но я могу точно сказать, что этот человек не находится где-то там в подвале. Если даже у него были какие-то там события, то в целом сейчас он находится, ну не знаю, можно ли это назвать свободой, но в общем он не сидит в какой-то закрытой там секретной тюрьме. Вот, а так, навряд ли это, конечно, можно назвать свободой, когда ты должен говорить то, что от тебя хотят слышать, когда ты должен там жить там, где хотят, чтобы ты жил. В целом у него, конечно, не свобода, я не могу это назвать свободой. Но в какой-то секретной тюрьме, я имею в виду, он не находится. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.